С начала следующего года минимальная зарплата в Москве составит 12 600 рублей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Недавно в столичной мэрии состоялась церемония подписания соглашения о минимальной зарплате в Москве на 2014 год. Документ подписали Собянин, председатель Московской Федерации профсоюзов Чернов, а также глава Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, депутат Госдумы Панина. Ну а вот какой должна быть идеальная зарплата в наше неспокойное время? Здравствуйте, в эфире программа «Продокс» в студии работает Александр Вейкер. У нас сегодня в гостях Алексей Каневский, председатель Комитета по экономике Московского отделения «Опора России». Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Вероника Шатрова, главный редактор «Система кадры». Здравствуйте, Вероника. Добрый день. И Дмитрий Некрасов, руководитель проекта Комитета гражданских инициатив по Московской области. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Давайте сначала, вернее, я напомню нашим телезрителям, нашим слушателям, что они также могут позвонить по телефону 65 10 99 6, код города 495 и ответить на один простой вопрос. А какая для вас была бы идеальная зарплата? Что для этого вы делаете, по крайней мере? Предпринимаете какие-то усилия или нет? Или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Сначала я бы хотел, чтобы мы с вами разобрались, что происходит на рынке зарплат. Дмитрий, что вы могли бы нам по этому поводу сказать? Какая ваша оценка? То есть, растут зарплаты, не растут зарплаты? Что происходит? Не, ну они в целом, конечно, растут, но от того роста, который мы наблюдали там в середине двухтысячных или даже там сразу после кризисного восстановительного роста, ну сейчас о таком росте говорить нельзя. То есть, условно говоря, есть сектора, где... Стабильный идет рост. Не хваток, да, не хваток кадров. Есть сектора, где там ситуация несколько другая, поэтому и тенденции могут быть разнонаправлены. Вот, правда, заключается в том, что, несмотря на всю нестабильность в экономике, мы наблюдаем этот рост зарплаты. По большому счету, снижение, ну, нет ни в одном секторе. Я не знаю ни одного сектора, где бы мы увидели снижение. Правильно, Алексей? Не совсем так, по-моему, ощущение, потому что вот когда, в частности, бизнес-сообщество боролось за снижение, там, налогового времени, да, и проиграл пока эту схватку, да, многие предприниматели вынуждены были оптимизировать свои зарплаты, именно снижать их, и такое снижение... Ну, насколько снижение? Ну, это не значительно, не катастрофическое, но это снижение. Я помню, в 2008 году очень многие предприниматели испугались кризиса и стали срезать именно фонд заработной платы или увольнять просто сотрудников, и это сокращение составляло около 20-30 процентов. Сейчас же ситуация совсем другая и намного сложнее. Ситуация похожая, на самом деле. Даже похожая? Да, мне кажется, что похожая, по моим сведениям, то есть многие предприниматели в этом смысле должны были найти серьезную очень оптимизацию. Произошло масштабное сокращение в прошлом году, да, и если не сокращение, то зарплаты откатились некоторым образом. Конечно, специалистов, от которых нельзя избавиться, предприятие сохранял, но тем не менее, не то что повышение, а произошло откат по зарплате. Вероника, ваша оценка? Ну, я считаю, что рост зарплат, он, естественно, наблюдается. Более того, работодатели, согласно нашему законодательству, да, должны ежегодно индексировать зарплату. Вот, и по данным оценкам, порядка 11% в среднем наблюдается рост по зарплате, и в том числе наибольший рост наблюдается в топ-менеджменте, более низкий уровень, он наблюдается среди специалистов среднего уровня и низкоквалифицированных, скажем так, кадров. Угу. Ну, вот, Дмитрий, опять же, парадокс в том, что у топ-менеджмента всегда зарплата растет. Ну, тоже не всегда, но у нас же большая проблема с управленцами в стране, в принципе, то есть это в значительной степени... Это дефицит, поэтому они получают больше. Ну, да, рынок перегрет. Ну, в общем-то, надо... Во-первых, давайте так, во-первых, существуют мировые тенденции. То есть если мы говорим о том, что разница в зарплатах между рядовым сотрудником и топ-менеджером, она, там, условно, в США в 70-е годы была одна, а сегодня совершенно другая. И это не только в США, в Европе и так далее. То есть разрыв в зарплатах между рядовым сотрудником и руководящим составом, он начал расти еще, там, наверное, в конце 70-х, там, рейгономика, тетчеризм и все такое прочее. Ну, в значительной степени, ну, ведь бизнес же, он просто так никому ничего платить не будет. Если люди готовы платить, то есть мы же говорим про менеджеров, а не про собственников предприятия, да? Если собственный готов кому-то платить деньги, значит, этот кто-то, видимо, создает ему соответствующую стоимость. То есть понятно, что есть отдельная история, это там госкорпорации, где безумные зарплаты, ну, то есть это другая история, то есть, ну, государство, мы налогоплательщики, да, да. Это другая история. Но если мы говорим просто про нормальные компании, надо понимать, что, в общем-то, как правило, работодатель платит сотрудникам на приблизительно столько, сколько, по мнению работодателя, они, как бы, приносят ему стоимость. Понятно, но, тем не менее, топ-менеджмент — это, ну, как бы, несколько другая история, как вы сказали. Но почему другая история? Только потому, что их не хватает? Ну, очевидно, что если на каком-то сегменте рынка, то есть у нас же не только там у топ-менеджмента быстро там зарплаты растут, они там, может быть, там, допустим, у IT-специалистов расти, там, или там, допустим, у... Хорошо, давайте определимся тогда, в какой области реально растет зарплата наивысшими темпами. Есть какие-то данные по этому поводу? Ну, я знаю, у нефтяников растет. Ну, я думаю, что сейчас уже не так. Ну, то есть у нефтяников она, по факту, уже высокая. То есть тут... Алексей, да, присоединяйтесь, присоединяйтесь, прерывайте друг друга, рассказывайте. Вы так сидите молча. Очень важно разграничить, о чем мы говорим. Вот, уважаемые коллеги, справедливо говорят, что в целом, если взглянуть вообще на всю страну в целом, есть ощущение, что зарплаты растут. Но есть же бюджетная сфера, есть там приоритетные какие-то направления, о которых правительство бесконечно говорит. Наверное, там, здравоохранение, не знаю, учителя. Там что-то происходит с точки зрения зарплаты и их повышения. Военнослужащие. Никто не будет спорить, что большое внимание уделяется вот этим сейчас направлениям. А если говорить, в частности, о малом-среднем бизнесе, то я почти уверенно хочу вам сказать, что ничего подобного. И даже с точки топ-менеджмента, потому что топ-менеджмент практически в синониме, это владелец предприятия, он сам считает свою экономику. Из левого кармана вправо и никто не перекладывает. Там нет никакой возможности в условиях экономического, реального, без иронии сказанного, кризиса, никакого повышения быть не может. Не будем забывать о том, что на улице ничего не происходит сейчас позитивного. Никаких оснований для какого-то роста и повышения какого-то заработка в карман нет. Но уровень зарплаты именно в малом-среднем бизнесе остался на прежнем уровне? С чем сравнивать? С прошлым годом, например. Я считаю, что стал ниже. Я считаю, что в сравнении с прошлым... Но на самом деле эти два года ничем не отличаются по общему ощущению. В прошлом году, еще раз повторяю, после того, как страховые износы были оставлены как обязательными, произошло серьезное снижение зарплат. Я бы позволил себе с этим не согласиться. То есть объективная статистика Росстата, которая есть, есть статистические данные, она говорит, конечно... Росстат объективной статистики. Ну, какая есть, другой же нет. Соответственно, она говорит... Ниэстериальная работа в этом... Есть ощущения у тех же предпринимателей. Ну, я тоже отношусь к предпринимателям и вижу, в том числе, что у меня происходит. В целом, зарплаты, они все-таки растут. Другое дело, что я совершенно согласен, что нет никаких поводов для этого. То есть у нас экономика-то, в общем-то, находится в достаточно тяжелом положении. И тот рост зарплат феноменальный, особенно, который мы наблюдали в 2000-е годы, он, на самом деле, сейчас создал для нас большие проблемы. То есть у нас производительность труда там за это время выросла в полтора раза, а зарплата в 13. И это фактически убило там прибыль бизнеса, убивает стимулы для инвестиций, убивает стимулы для экономического роста. Ну, тут еще, мне кажется, очень важно обсудить, коллеги, что вообще-то надо понять, о каком регионе мы говорим. Потому что вот мы часто, наверное, с уважаемыми коллегами принимаем на работу людей, как бы, и смотрим, конечно, ожидания у вновь прибывших сильно завышены, и рынок дает основания заявлять о своей зарплате, как о той, которую предприниматель сразу заплатить не может за неквалифицированный труд. Такая ситуация в Москве. Могу себе предположить, что в каких-то регионах, например, кавказских, там все иначе, там вообще мизер-мизер. То есть там люди, имея в виду не ограниченное количество олигархической прослойки, а в среднем зарплаты сильно ниже и резко отличаются от московских. 65 10 99 6, код города 495, звоните, задавайте свои вопросы или высказывайтесь. Мы продолжим. Идеальная зарплата, мифы и реальность – это тема нашей сегодняшней программы. У нас в студии Алексей Каневский, председатель комитета по экономике Московского отделения «Опора России», Вероника Шатрова, главный редактор системы «Кадры» и Дмитрий Некрасов, руководитель проекта комитета гражданских инициатив. Мы также напомним вам, уважаемые слушатели, что вы можете позвонить по телефону 65 10 99 6, код города 495. У нас очень простой вопрос для вас. Какая для вас была бы идеальная зарплата? Что для этого вы делаете? Предпринимаете ли какие-то шаги? Звоните, рассказывайте, задавайте вопросы. Или пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Давайте определимся еще вот в чем. Какие у нас на самом деле сегодня существуют недостатки в уровнях зарплат? По каким специальностям? Что вы можете сказать, Дмитрий? В смысле недостатки? То есть, каких специальностей людей, каких специальностей не хватает? Нет, у нас, очевидно, не хватает… Айтишников? Да, ну, и в том числе и айтишников. Но у нас не хватает, конечно, в первую очередь людей, условно, технологов, инженеров. Ну, то есть, у нас все ушли в гуманитарные профессии. У нас в течение длительного времени… Юристы экономисты. У нас по юристам, насколько я знаю, там, соотношение среднее, там, на портале, там, ЖУПРУ, они там проводили такую статистику, вакансии к резюме, там, 12, допустим, а у айтишников один к трём, да. То есть, соответственно, понятно, что у юристов перепроизводство, а там, некоторых других специальностей недостаток. Ну, в первую очередь, мы фактически потеряли то, что было таким среднеспециальным образованием, ну, то есть, то, что у нас техникумы были, там, и так далее. У нас вот этих людей не хватает. Сейчас сложно найти, допустим, проектировщика, там, для строительства, да, сложно найти грамотного инженера. Вот есть либо старые кадры, которые уже были, ну, советской системой подготовленные, которые набрали какой-то опыт, и, понятно, с ними можно работать. Либо вот совсем со скамьи, которые, в общем-то, ну, на самом деле не отвечают каким-то… Но старые кадры зачастую жалуются, что их не берут на работу, потому что они именно старые. Такая проблема тоже есть. Ну, мне кажется, это отчасти ещё из-за того, что вот уважаемый коллега говорит о специальности, которые в основном востребованы в сфере производства, да. А у нас эта сфера абсолютно сейчас в стагнационном состоянии. То есть, ну, бизнес-проекты существуют, но очень мало новых рождается, включая вся сегмент производства. Поэтому и технологи, и инженеры, которые главные в этом процессе… Алексей, а каких специалистов не хватает вам? Ну, вы знаете, сейчас, слава богу, всяких хватает, да. Но текучка большая. Текучка небольшая за счёт того, что, так сказать, владельцы внимательно очень подходят к кадровому вопросу, так сказать, достаточно изучают. Есть определённые испытательные сроки и так далее. Стараются брать уже, так сказать, человека на долгое время, исходя из того, что какие-то вещи, какие-то проекты нельзя закончить за год. То есть, берут на долгосрочную перспективу. Но коллега прав, то есть, в основном, от руководителя отбоя-то нет, там, так сказать, поуправлять есть предложение, да, вот, так сказать, каких-то… А вот ручками делать нет. Ручками, да, которые… И голову включать тоже нет. Ну да, финансовые специалисты, то есть, серьёзные, то есть, проблемы. Проблема, так сказать, людей, которые работают во внешней экономике, тоже, это всё всегда актуально. Давайте послушаем Илью, который к нам дозвонился. Илья, здравствуйте. Алло, день добрый. Я согласен с помощью, что действительно, что у нас возникает действительно отдельные сроки. Ну, в частности, вот вы упомянули проектировщики, работающие в серии строительства, могу сказать, что они действительно огромные проблемы, когда люди ещё старые советские закладки уходят в силу возраста, а вот проектировщики предприявляются. Это огромное, что… Понятно, понятно. И хотел бы сказать по поводу зарплаты, что, вы знаете, вот здесь такая поговорка, я с ней согласен, что если работник удовлетворён в своей зарплате, это плохо. Всегда нужно быть немножко голодным, как художник, работник должен быть, а то и наёмный, немножко голодным, чтобы быть, к нему стремится. Понятно. Если его всё устраивает, то я думаю, что, наверное, имеет смысл что-то поменять в консерватории. Спасибо, Илья, за звонок, спасибо. Спасибо, 65 1099-6, код города 495, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайтесь на тему, что такое идеальная зарплата, какая зарплата удовлетворила бы вас, и что вы делаете для того, чтобы получать достойные деньги, по крайней мере, за свою работу. Но я бы хотел понять, вот, Вероника, вы подтверждаете, что на самом деле сегодня кадровый голод именно существует, для предпринимателей, для производства, которое в стагнации, тем не менее. Существует действительно голод в тех, скажем так, непопулярных для москвичей, особенно, да, для московского региона, сферах и должностях, да, куда сейчас не идут работники, это средний и низкооплачиваемый уровень. Вот, плюс есть проблема в высококвалифицированных, в принципе, специалистах, потому что у нас несколько уровень образования, и те специалисты, которые выходят из институтов, из училищ, там, вузов и прочее, да, они чуть-чуть не соответствуют тем реалиям и тем требованиям бизнеса, которые сейчас предъявляют. Вот, при этом, да, все, можно отметить, что выпускники, они достаточно, приходят на рынок с достаточно высокими требованиями, вот, и отсюда как раз вот возникает такой диссонанс, что работодатель, для того, что хочет выпускник, не готов предложить работодатель. Вот, и чтобы найти того человека, который соответствовал всем пунктам и по опыту, и по требованиям, да, действительно приходится очень-очень много времени потратить кадровым службам в первую очередь. Дмитрий, а какие требования вы предъявляете к новичкам? Вот он приходит к вам, что вы от него требуете? Ну, всегда разные, все же зависит от ситуации, есть работы там, где нужна инициатива, там, условно говоря, есть участки, где, наоборот, нужна, там, допустим, упорядоченность, исполнительность, там, и так далее. Ну, человек всегда говорит, сколько он стоит вам, напрямую. Ну, люди разные, все по-разному говорят. Ну, то есть... Ну, человек приходит и говорит, я стою столько-то. Ну, что значит стою? Я рассчитывал бы на такую-то зарплату, а некоторые, как бы... Вы ему всегда говорите нет. Да нет, не всегда, но это же не такой гибкий переговорный процесс, нет правил. По большому счету, мы пришли к выводу, что люди приходят к работодателю с завышенными требованиями. Смотрите, вот у нас, ну, еще раз повторюсь, у нас было, там, 10 с лишним лет, вот, золотой дождь, нефтедолларов на нас проливался. Это привело к тому, что бюджетный сектор начал наращивать зарплаты, соответственно, бизнес вынужден конкурировать с бюджетным сектором за сотрудников, зарплаты стали повышаться в бизнесе, зарплаты резко оторвались от производительности труда. То есть, вот смотрите, ну, еще раз, выросла производительность в полтора раза, но чуть больше, а зарплаты в 13, с 99-го года, в 13. А теперь, второй такой показатель, то есть, грубо говоря, обычно, вот, если посмотреть, там, на ВВП, на душу населения и производительность труда, они в развитых странах очень хорошо коррелируют. То есть, если взять, там, построить ряд, там, за 10 лет, то окажется, что ВВП рос следом за производительностью труда. А у нас производительность труда выросла, еще раз повторюсь, в полтора раза, а ВВП, ну, то есть, фактически, то, что мы потребляем, в 4, да? По большому счету, потому что этот пузырь должен лопнуть. А, ну, я полагаю, то есть, нет, а он, безусловно, лопнет, вопрос в том, будет ли это какой-то резкий взрыв, или это будет, там, постепенное сокращение, но нас, с точки зрения зарплат, в долгосрочной перспективе ожидает, как минимум, стагнация и не рост доходов. Как минимум, да. Если цены, конечно, не станут 200, ну, то есть, вот, я попытаюсь просто напомнить, что средние цены в годы проявления Бориса Николаевича были 16,5 долларов за баррель. И в 98-м году это было вообще 8-9 долларов. В 2000-м году, когда они превысили 20, Касьянов открывает заседание правительства, сказал, ура, у нас, наконец-то, на все денег хватит. А в 2007-м, когда они были меньше 70, мы создали большую часть тех резервов, которые мы сегодня тратим, потому что нам сегодня при 107 не хватает, а мы при 70 откладывали. Вы понимаете, сколько веревочки не видится, рано или поздно вся эта история закончится плохо. И зарплата, в реальном выражении, я не имею в виду, то есть, можно же провести девальвацию, там, инфляцию, все что угодно. В реальном выражении зарплата, скорее всего, снизится, либо будут очень долго стагнировать. Давайте послушаем Сергея, который дозвонился. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, я хочу высказаться, как человек, который является руководителем производства, да, пусть и небольшого, но вот у меня есть химическое производство. Работаем мы уже давно. Вы счастливчик, раз вы выжили. Ну, спасибо. На добром слове. Ну, выживаем. Я не могу сказать, что мы там благоденствуем, но мы живем нормально. Но я о кадрах. Вы знаете, вот для меня, например, проблема кадров не существует, несмотря на то, что мне нужны специалисты химии. И мне кажется, здесь, я опять-таки поделюсь своим опытом, не навязывая никому свою точку зрения, нужно уйти от двух предупреждений. Первое. Не надо пытаться взять на зарплату в тысячу долларов человека со связями Чубайса. А он не придет просто. Химика причем. Да, еще химика. А у нас почему-то вот такие требования. Очень многие, очень часто я вижу, и я даже точно так же поначалу выставлял нечто подобное. То есть я хочу всего-всего-всего, ну и за минимальную зарплату. И второй, говорите, у нас 15 секунд до новостей. И вопрос второй, это не нужно бояться брать молодых и пенсионеров. Понятно. Спасибо, Сергей, за звонок. Спасибо. 6510996, код города 495. Мы ждем ваших вопросов и вашей реакции на сегодняшнюю тему. Говорим о зарплатах. 6510996, код города 495. Звоните, отвечайте на простой вопрос, который мы задаем вам, уважаемые слушатели. Какая для вас была бы идеальная зарплата, что для этого вы делаете, какие шаги предпринимаете. Или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Напомню, что у нас сегодня в студии представитель комитета по экономике Московского отделения «Опора России» Алексей Каневский, главный редактор системы кадров Вероника Шатрова и руководитель проекта комитета гражданских инициатив Дмитрий Некрасов. Давайте попытаемся, господа, ответить Сергею на два его, скажем так, предупреждения, как он это назвал. Итак, связи первое. Алексей. Если мы говорим о специалистах, о которых говорил Сергей, то, конечно, никаких дополнительных связей, в общем-то, речи быть не может, потому что химик и химия — это точная наука, она имеет очень четкие выраженные реперные точки для определения уровня специалиста, он должен решать какие-то конкретно понятные, выраженные в цифрах и формулах задачи, поэтому о связях, в принципе, не может и речь. Когда бы мы говорили о специалистах, там, опять же, в сфере управления, там, или в сфере, там, сказать, охраны какого-то предприятия, то тут без каких-то дополнительных ресурсов, к сожалению, не обойтись. И я хотел бы также поддержать мысль Сергея, что, конечно, очень важно, чтобы ожидания работодателя и работника потенциального были сбалансированы. И вот, например, по своему опыту у меня точно нет табу ни к молодежи, ни к пенсионерам. Вот никак. Мне кажется, что уже эта ситуация, она надумана. Она из прошлых времен, когда был какой-то возрастной ценз. Я говорю со своими коллегами, они так вопрос не ставят. Если приходит адекватный человек, профессиональный по ощущению, то его нужно брать. Не важно, сколько ему лет. Ну, в принципе, не важно, но важно, чтобы он протянул еще 5-10 лет в компании, конечно, это было бы хорошо. Но, тем не менее, профессионализм в первую очередь, это очень важно. Дмитрий. Ну, я тоже, у меня тоже нет никакого табу ни на молодежь, ни на людей предпенсионного и даже пенсионного возраста. И, в общем-то, это, опять-таки, тоже норма в современном мире, то есть люди работают все дольше и дольше. Вопрос в том, что должна быть разумная государственная политика в этом направлении по поддержке занятости среди людей как раз предпенсионного и пенсионного возраста. Это бы сократило нагрузку на пенсионную систему и прочее. Вот, например, в Сингапуре, вот приведу такой пример, размер страховых взносов, которые уплачиваются работодателям с работника, он с возрастом снижается. И чуть ли не вообще обнуляется, условно, там, к 60 годам. То есть таким образом работодатель стимулируется, то есть зарплата у этого работающего остается такая же, а работодателю он обходится дешевле. Соответственно, он стимулирован брать людей предпенсионного возраста, и это, в конечном итоге, государству выгодно, потому что государству не приходится им платить пенсии, они работают, они социализированы и устроены. То есть вот такого рода вещи, они, ну, это просто должна быть продуманная государственная политика. То есть, что конкурентоспособная зарплата будет у этого пенсионера. Абсолютно. То есть, он, по сути, дешевле обходится работодателю, при том, что, допустим, человеку в 30 лет платят 50 тысяч рублей, и человеку в 60 лет платят 50 тысяч рублей. Но это они на руки получают. А есть же еще взносы там и так далее. То есть, понятно, что работодателю обходится один там 80 тысяч, а другой получается там в 60 обходится. Соответственно, это большая разница, и он заинтересован все это дело сохранять. Естественно. И, ну, особенно понимая, что там фактическую неизбежность повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе, и вот этот вопрос именно, как бы, стимулирование занятости, создание возможностей для занятости среди людей предпенсионного возраста, все-таки проблема такой у нас в стране существует. И, ну, она на самом деле носит достаточно массовый характер. Это должен быть предметом последовательной государственной политики в этом направлении. А, Вероника, а есть сейчас большой, скажем так, рост или динамика роста среди пенсионеров, которые хотели бы устроиться на работу, но у них это не получается? Я не могу сказать, что это именно рост. То есть всегда была потребность действительно у пенсионеров уже, не знаю, последние 10 лет так точно, да, когда есть потребность с выходом на пенсию, люди понимают, что они не могут обеспечить себе тот же самый уровень жизни, да. Они выходят на работу, они в поиске работы. У них есть потребность в работе. Выходит или не выходит, это уже другой вопрос, потому что, на самом деле, бизнес, опять же, очень достаточно настороженно относится к пенсионерам. Вот, хотя к большому счастью и радости, да, отмечаем последнее время, что вот меняется эта тенденция, и такой настороженности уже нет. Вот, на самом деле, в таких работниках действительно много плюсов, вот как сейчас коллеги отметили, плюс еще большой, например, в работниках-пенсионерах в том, что им уже не нужен карьерный рост тот же самый. Вот, а сегодня это тоже достаточно большая проблема, потому что люди хотят больше зарплат, да, хотят карьерный рост какого-то движения, вот, и не всегда работодатели даже качественным и чудесным сотрудникам, да, с которыми они, в принципе, не хотят расставаться, но они могут, ну, учитывая свои экономические возможности, предложить этот рост. Вот, вот, работа с пенсионерами, да, с такими сотрудниками, она, например, тоже хороший способ решения этого вопроса. Ну, хорошо, а молодежь? У молодежи динамика меньше, больше? Именно в поиске работы? Да, в поиске работы, достойной работы. Ну, по молодежи, на самом деле, всегда общий уровень, то есть с ростом... То есть нет, рост и динамика стабильная? Динамика увеличивается с ростом количества людей, получающих высшее образование, и, соответственно, их стремлением идти и устраиваться на работу, скажем так. Ну, хорошо, Алексей, вот к вам приходит человек, ему 70 лет, он суперенский специалист, просто вот высшего класса, но вы видите, что человек пожилой. Вы берете его на работу и на какую зарплату? Дадите ли ему конкурентоспособную зарплату? Я вот искренне вам говорю, может быть, про 70 примерно несколько чересчур, то есть вряд ли кто-то придет в таком возрасте, хотя Бог его знает. Слушайте, люди, которым 70 лет, они живчики. Еще раз повторяю, если ко мне приходит человек, для меня это человек вне возраста. Я с ним разговариваю, я понимаю его устремление, мы обсуждаем, безусловно, зарплату и его возможности, и я его беру на ту же зарплату, на которую у меня нет понижающего коэффициента от возраста. Ни внутренний, ни на бумаге никакого. Является ли определяющим социальный пакет, например, и как это влияет на зарплату? Тут очень тоже по-разному весьма. То есть люди задают частенько вопрос, что там есть еще плюс к зарплате. Это немаловажный фактор для решения какого-то, особенно человеку, у которого много предложений, так сказать, на рынке. Но он не определяющий. Все-таки определяющий гарантированные зарплаты, которые он будет получать. Неважно, состоит ли она из фиксированной части и неких там бонусов от результатов. Он может себе внутри представить, что он может получать по результатам, скажем, месяца. Социальный пакет это, естественно, плюс, но он не определяющий, на мой взгляд. Дмитрий, ну а что касается молодежи, вы, когда приходит молодой человек к вам непосредственно, вы смотрите на его опыт работы? Ну, безусловно, мне кажется, любой работодатель смотрит на... Нет, я понимаю, вы же понимаете, что я... Ну, то есть на отсутствие опыта? Да, допустим. Ну, это же и отсутствие опыта. Еще раз, есть разные задачи. На некоторые вполне можно как бы тут как раз человеку дать возможность себя проявить. То есть вы берете человека и учите его дальше, да? Да, да, да. Особенно если человек толковый, он легко может учиться. Сколько процентов в минус сразу идет от средней зарплаты? Ну, это зависит от очень многих факторов. Я не смогу, у меня нет такой, там, статистики, поймите, это же такая... Всегда индивидуально. Любой человек, это всегда индивидуально зависит от того, насколько тебе нужно вот именно сейчас, насколько, как бы, там, человек тебе показался толковым. Там еще есть другие разные вещи, там, условно говоря, его характеристики. Вопрос же не в возрасте только и не в опыте. Хорошо, Алексей, как человек может повысить себе зарплату, если он уже работает, допустим, 1-2 года на какой-то определенной ставке? Пощаете ли вы подработки? Ну, еще раз повторяю, в некоторых сферах предпринимательской деятельности подработка, как таковая, термин такой, весьма условный. Нет подработки, поскольку нет никаких ограничений в работе. Есть результат, да? Часто он может больше заработать, потому что даст тот или иной средний или более высокий результат за счет дополнительных бонусов, премирований и так далее. Это все понятно, да? С другой стороны, вот, касаясь тоже как раз вопроса, который вы, коллеги, задавали, как раз с молодежью, мне хотелось принимать амбициозных людей на работу, которые я видел, что они будут, в общем-то, не просто, так сказать, в срезе добиваться какой-то зарплаты, а там впереди тишина, да? Я хотел бы, чтобы они, так сказать, росли, и я как раз, мне нравится эта ситуация, и в этом смысле я должен буду всегда продумывать, на какую ступень я могу его потом двинуть, если все будет хорошо, да? Не всегда так получается, но если он обеспечивает рост компании вместе со мной, то компания растет, увеличивается возможность компании по предоставлению новой ступеньки для этого молодого сотрудника. Исходить из этого тоже, наверное, не вредно. И я бы еще много раз обсуждался на разных, так сказать, круглых столах в том числе, чтобы человек, который заканчивает вуз, да, уже там за годя, в буквальном смысле, за год или за два, мог иметь возможность практической работы в какой-то компании. А лучше еще с первого курса. А лучше еще и в первый курс. И это было бы записано, например, как, ну не свободный час, как обязательные часы программы его студенческие, что вот он, скажем, в четверг он работает в компании. Тогда бы он выходил абсолютным практиком, внутри вообще чего бы то ни было. Не обязательно, что он пойдет именно в эту компанию, но сферу он может выбрать. И если государство будет это поддерживать, да, то... А почему бизнес не может это поддержать? За это надо платить, за неквалифицирование. Почему бизнес не может платить и готовить тех специалистов, которые нужны? Если для себя, то может. Так вот я для себя и говорил. Ну это очень крупный бизнес, как правило, то есть мелкому бизнесу делать сложно. У нас, конечно, очень неадекватная система высшего образования с точки зрения потребностей, вот структуры экономики. Вот начну с того, с тех же самых, вот пример, да, есть юристы, которых там 12 к 1, очень многие, ну то есть на одну вакансию претендует 12 человек условно, но очень многие не находят себя по специальности, но у нас почти 800 тысяч студентов учатся сейчас на юристов. В то время, как, допустим, есть айтишники, где совершенно другой баланс спроса и предложения, а их там учатся 100 тысяч или даже меньше. А зарплата в этой айтишнике гораздо выше. Да, зарплата при этом у айтишника средняя, по данным того же самого Джо Кру, она средняя выше, чем у юриста. То есть где рациональность, то есть я не понимаю, а, ну люди, вот у нас просто нет социальных навыков у людей, в Штатах-то все смотрят на средние зарплаты выпускников тех или иных колледжей, выбирая, как бы, куда пойти. У нас просто люди на это не смотрят, почему-то, как бы, с советских времен вбилось, что, типа, юристы, это круто, и вот все идут в юристы, да. Хотя это уже заблуждение, это давно не так. Во-вторых, государство. Я вообще не понимаю, почему государство должно оплачивать обучение людей, которые совершенно не нужны с точки зрения структуры экономики. И потом не будут работать по специальности. И они не будут работать по специальности, и они вообще не нужны с точки зрения структуры экономики, такие люди. У нас, во-первых, избыточное вообще высшее образование, у нас слишком много людей получает высшее образование, при том, что качество его минимальное. Но я понимаю, когда мы обучаем тех, кого не хватает... Вот парадокс. Вам не хватает специалистов, особенно высококвалифицированных, но говорите о том, что мы готовим лишние кадры. Ну, знаете, далеко не все могут стать высококвалифицированными специалистами. Нормальное количество... Сама система, сбой в системе. Тут еще имиджевая составляющая. Почему-то считается, что быть юристом, вот это круто. Все меняют себя такими звездами, которых главных юристов страны мы видим. А это те амбиции, о которых вы говорили? В бабочках. А это те амбиции. Человек считает, что он готов быть супер-классным юристом. Считается, что, наверное, хорошо и очень легко быть моделью. Но не каждый же может быть моделью по сути, по объему тому, что его дала природа. И юрист тоже. Это должен быть талантливый юрист, чтобы быть богатым юристом. А айтишник — это дикий труд головы, и не каждому дано. Это всегда надо пахать. И государство поддерживает, к сожалению, вот такое отношение к такого рода профессиям. Нужно все это перевернуть. Люди должны видеть смысл в разных направлениях своей деятельности. Я просто продолжу то, что говорил. Бесплатное высшее образование — это все хорошо, замечательно, но оно должно быть бесплатным именно там, где есть нехватка специалистов. А там, где есть их перепроизводство, но если люди сами хотят принять для себя нерациональное решение, пусть они сами за это платят. Государство не должно предоставлять этих возможностей, вы понимаете? И у нас... Ну, я уже не говорю про то, что программа вообще неадекватна ничему, да? То есть значительная часть людей, которые выходят, они вообще ничего не понимают про свою отрасль. Тем более сейчас период полураспада знаний, там, 2-3 года, и то, чему их начинали учить, это уже давно вообще не имеет никакого отношения. Ну и просто структурно, ведь можно же посмотреть, сколько у нас, где, в каких отраслях какая потребность, и соответствующим образом менять вузы. Это не делается. Нет осмысленной политики. 65-10-99-6, код города 495, звоните. 65-10-99-6, код города 495, мы сегодня говорим о идеальных зарплатах, или просто о зарплатах, мифы и реальность. Что происходит в этой сфере? Какая для вас была бы идеальная зарплата? Что для этого вы делаете? Или пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Я напомню, что у нас сегодня в студии Алексей Каневский, председатель комитета по экономике Московского отделения «Про-России», Вероника Шатрова, главный редактор системы «Кадры» и Дмитрий Некрасов, руководитель проекта комитета гражданских инициатив. Что нужно сделать сегодня для того, чтобы свою зарплату, которая тебя не удовлетворяет? Мы говорим о том, что, по большому счету, за последние годы, годы кризиса, в зарплатах, если наблюдался рост, то незначительно, он в основном не перекрывает эту инфляцию, которая существует. Ну, а если перекрывает, то незначительно. Что может сделать работник для того, чтобы повысить свои доходы? И поощряет ли сегодня руководитель, да, такого рода инициативу работника? Что вы можете по этому сказать, Дмитрий? — Нет, но работник может сделать, в первую очередь, ну, то есть, один главный магистральный путь — повысить свою квалификацию, стать более ценным, приносить большую ценность компании, и тогда он будет дороже стоить. — Ну да, это универсальный ответ, я знаю, этот ответ я знаю. Но, допустим, уроподатель, нет, да, он не может увеличить фонд заработной платы. Ну, нет такой возможности в силу тех причин, о которых вы говорили, объективных причин на сегодняшний день. Но работник хотел бы повысить свой доход. Если он устраивается на дополнительную работу, даете ли вы ему такой шанс? Либо ставите ему вот условия, никаких подработок, только у меня. — Но это сильно зависит, это тоже гибко, в определенных ситуациях можно дать подработку, на самом деле. Ну, то есть, когда люди сами там генерят условно бизнес, и... Ну, то есть, грубо говоря, там, где подработка не наносит ущерба нормальной работе компании и не искажает стимулы для работника, ну, чтобы он там, понятно, в рабочее время уходил в одну подработку, где она просто не мешает, там ее можно как бы с ней прибериться, в принципе, это такая форма, как сказать, дополнительного удержания работника там, мы не тратим ничего. — То есть, у вашего работника есть свободное время, а он может еще больше работать, да, еще больше приносить пользы компании, но вы не можете ему платить больше, вы его отпускаете. — Ну, допустим, возьмем пример. Есть, допустим, тот же самый проектировщик, про которого вы говорили. Ну, допустим, есть какой-то объем работы, который требуется выполнять с точки зрения проектирования или, там, проверки проектов, там, в логике, там, допустим, в моей какой-то компании, да. Но проектировщик, в принципе, может где-то еще налево подработать, там, найти и сделать пару проектов. Мне это не мешает. Если, грубо говоря, он выполняет те функции, которые я на него возложил, то мне это не мешает. Это одна ситуация. Совершенно другая ситуация, когда, допустим, есть риэлтор, который работает в компании, но при этом начинает какие-то, допустим, на вторичке делать сделки сам. Но он просто свое время и внимание и цели переключает с одного на другое, и, соответственно, здесь уже возникает некоторое искажение. Понятно. Алексей, ну хорошо. Есть ли какие-то стимулы, которые вы предлагаете своим работникам для того, чтобы они повышали свой доход? Я согласен с коллегой, конечно, во всем. В этом смысле нужно сильно разграничивать, о каких направлениях деятельности мы говорим. Некоторые вещи, в моем понимании, не подразумевают совместительство. Объясню, что я имею в виду. Вот пришел, ну скажем, молодой человек, он обрастает профессиональным опытом внутри компании, получает массу полезной, в том числе, сильно инсайдеровской информации. Потом он почему-то решает, да, что он, так сказать, уже сам Сусам и начинает, используя этот опыт, да, делать что-то, так сказать, параллельное, чуть ли не на том же самом рынке, да, в так называемое свободное время. У меня предложение к нему другое. Пожалуйста, если есть возможность, есть силы, есть идеи, да, предложи руководителю бизнес-план в рамках компании. Я готов с ним обсудить специальные условия по вновь предложенному дополнительному проекту, и он его будет делать в рамках компании, да, увеличивая капитализацию компании тем самым и получает дополнительную. Дополнительную. Защити свой новый проект внутри компании, если ты видишь силы. Зачем идти на улицу? Компания предоставит тебе так же ресурс на все это дело. Это дополнительный заработок, отдельная вещь, помимо той, которую он делает согласно договоренностям и должностным условнообязанностям и инструкциям. И тогда это возможно. Я приветствую, чтобы сотрудник рос вместе с компанией. А часто приходят сотрудники с такими идеями, желаниями? К сожалению, конечно, нет. К сожалению, нет. И, в общем-то, тенденция одна. Человек, если он вырастает из штанов, он уже, так сказать, не смотрит, как расти внутри компании, хочет делать что-то свое, что тоже, в общем-то, конечно, можно приветствовать. Он тогда уходит из компании, и тогда на этом все заканчивается. Вероника, сегодня огромное количество, наверняка, людей, которые хотели бы подрабатывать, увеличить свой доход. С такими вы встречаетесь? Да, естественно. И если даже оценивать рынок труда, да, и те предложения и спрос, например, которые предъявляются, да, много можно увидеть именно запросов на подработку. В частности, это не обязательно должно быть совместительство, да, но и какие-то различные проекты. Вот сайты типа Freelance.ru и прочее, да, они у нас процветают, и всегда есть желающие, предлагающие вот свои усилия, свои силы, да, чтобы выполнить какие-то работы и, собственно, ради этого подработать. Вариант, вот предложенный Алексеем, да, он является на самом деле идеальным, когда работник идет со своими предложениями непосредственно к работодателю, да, и они слышат друг друга и предпринимают какие-то шаги и решения, вот. Но, к сожалению, далеко не всегда, то есть это достаточно идеальная картинка, потому что иногда сами работники, да, как бы не считают нужным или боятся сообщить о том, что... Рекларируйте это каждый день с работниками. Я открыт, давайте пообщаемся. Но есть еще одна вещь. Когда людям не хватает денег или их не устраивает уровень зарплаты, они задумываются о своем собственном деле, да, зачастую. Если высококвалифицированный специалист вот в компании, он не удовлетворен заработной платой, но у него есть идея, почему он должен идти к своему руководителю? Не должен. Не должен. Совершенно же не должен. Нормально его создать. Должен не звучало. Конечно, хотелось бы, да, когда ценный почти руководитель уже готовый работает вместе в компании, да, но это неизбежная вещь. Человек, который вырос из штанов наемного сотрудника, он уходит в свое дело. Ничего с этим не сделаешь. А вы приветствуйте, помогаете? Вообще у вас был такой опыт когда-нибудь, что человек вот вырос из штанов, как вы говорите, да, и потом вдруг открывает какую-то конкурирующую... Вы понимаете, в чем дело? Ощущение, кто откуда вырос, это такой личный... Сотрудник может считать, что он дорос до своего дела. Работник считает, что он там сыроват, но удержать он его не может, да, так сказать. Жалко, когда уходят квалифицированные сотрудники. Это очень жалко. Я внутренне, у меня нет ни одного аргумента, чтобы этому противиться. Ни одного, но жалко. Хорошо. Алексей, идеальная зарплата для вас? Персональная для меня? Да, да. Я понимаю, что денег много не бывает. Их всегда не хватает. Но тем не менее, вот на сегодняшний день, живя в Москве, идеальная зарплата для вас? Для меня, правда, я не кокетничаю, очень абстрактный вопрос. Для меня это тогда, когда я не вспоминаю наличие денег в себя. Тогда я понимаю, что я идеально зарабатываю. Все свои возможности для внутренней и внешней свободы я реализую, тогда у меня все хорошо. Дмитрий. Ну, я бы тоже присоединился к коллеге. Это понятно. То есть, идеальная зарплата с какой точки зрения? С точки зрения там... Прохоров. С точки зрения... Тут у Прохоров сегодня как-то. Ну, помянули его все. Вот это зацепилось. С точки зрения экономики, чтобы она быстро развивалась, наверное, там есть какая-то одна оптимальная равновесная зарплата. С точки зрения предпринимателей идеально, наверное, чтобы зарплаты были пониже. С точки зрения работников, чтобы они были повыше. То есть, там понятие идеальной зарплаты в глобальном... Понимаете, всегда будет не хватать. То есть, никакой вот там зарплаты... То есть, как правило, как показывает исследование, люди считают хорошую зарплату в два раза больше своей текущей. И я вас уверяю, что с ростом доходов, как правило, эта пропорция не меняется. То есть, даже когда доход вырастет у вас там в 10, в 20, в 30 раз, вы все равно будете считать нормальным, как бы хорошим доходом доходов в два раза больше, чем вы сейчас имеете. Это, ну, как бы... Ну, может быть, и имеет какие-то пределы, но очень высокие. То есть, поэтому я не думаю, что идеальная зарплата существует. Соглашусь с коллегами, вот, но единственное, по своей части, да, могу сказать, что я рассматриваю не вопрос зарплаты, да, сам по себе, а, в принципе, рассматриваю его через работу. И если работа, который я занимаюсь, да, меня все устраивает, значит, ну, собственно, и зарплата меня устраивает. Как вы оцените сотрудника, который... Ну, не сотрудника, а потенциального вашего сотрудника? Если он пришел к вам, и вы видите, что, начиная там с 2008-2009 года, он свои доходы во время кризиса увеличил не в два, не в три, а в четыре, даже в пять раз. Это будет для вас, ну, показателем того, что это ценный сотрудник, Алексей? Увеличил работы в моей компании? Нет, в другое, в соседней компании, но он хочет перейти, но, тем не менее, ему удалось каким-то образом зарабатывать гораздо больше во время кризиса, чем до кризиса. Я не буду смотреть в этой плоскости. Совсем. Ну, как-то для меня такой-то, какой-то косвенный такой... То есть это, вы не считаете, что человек, способный во время кризиса зарабатывать гораздо больше, это более, чем высокопроизводительный специалист? В нашей стране зачастую везение, к сожалению. Это никак не связано, вот, ну, оказался человек в нужном месте в нужное время, и повезло. Ну, часто это так, к сожалению. Очень много случайных факторов. Поэтому, да, то, что он получал где-то, ничего не значит, на самом деле. А вы как считаете, Вероника? Абсолютно согласна с коллегами, очень индивидуально все это. То есть нужно рассматривать это именно в плоскости случайности? Ну, не надо ни в какой плоскости рассматривать. Тогда просто пожелание. Что нужно сделать для того, чтобы быстро зарабатывать? Или больше зарабатывать? Алексей, два слова. Я считаю, что нужно свой профессиональный уровень повышать и идти вот по этому пути, вот, прям как поршень. Дмитрий. Учиться, учиться, еще больше учиться, как завещал Вероника. Не остается ничего другого, как присоединиться к коллегам. Учиться повышать квалификацию. Спасибо, дала программу «Продукты». До встречи. До встречи. До встречи.